Добрый день! Это видео о тунисских семейных традициях. Визитная карточка страны – город Сидибусаид. В начале 20 века французский богач купил себе там дом и уговорил местных жителей изменить внешний вид домов, ведь белый цвет меньше нагревается на африканской жаре. Так и появился город белых стен и ярко-голубых дверей ставим перешеток. Здания выглядят такими милыми и уютными, будто создатыми для счастливой семейной жизни. Государство получило независимость в 1957 году и почти сразу был принят закон о запрете многоженства. Уличенному в таком проступке грозит и тюремное заключение, и штраф. Местным мужчинам приходится довольствоваться только одной женой. Здесь нет жесткого контроля за юдушами и девушками. Они свободно встречаются без сопровождения родственников, в отличие от других мусульманских стран. Но как узнать, свободен мужчина или нет? Тунисцы придумали очень романтичный способ демонстрации – цветок жасмина. За правым ухом женат, за левым – свободен. С помощью него и знакомятся. Юноша дарит девушке веточку. Если она захочет познакомиться, то принят. Правда, этот обычай уходит в прошлое. Молодые тунисцы мало им пользуются. Вторую половинку мужчине выбирают родители. Он ослушаться не может, иначе лишится финансовой поддержки. А как без нее? Ведь планируется 8-10 детей. Свадьба длится 7 дней. Но встречаются молодожены только последние. А до этого праздник порозен. Перед торжеством заключается брачный договор. Это обязательно. Иначе не выдадут свидетельство о браке. Жених с друзьями едет к нотариусу, а невеста принимает юриста дома. У будущей жены один день отведен для бани, там ее моют подруги. А потом делят между собой одежду, чтобы быстрее выйти замуж. Другой день для хны. Рисунки наносят по всему телу на счастье. Еще один обычай – прощание с домом. Мать обводит девушку несколько раз вокруг него, освещая дорогу. Между прочим, у невесты заготовлено не меньше 10 нарядов для бракосочетания. Жених тоже посещает баню, празднует с друзьями и принимает подарки. В заключительный день всех ждет пир в традиционных костюмах. Невесту размещают на помосте в окружении подруг. На ней не меньше трех килограммов золота. Это украшение, которое жених подарил еще во время обручения. Кстати, в традиционный набор для невесты еще входят свеча, подушка, перчатки и тапочки. Все белое. В конце праздника муж везет жену с приданным к себе, оставляя с поклажей около дома. Тут предстоит выслушать много интересного от старших женщин. В течение часа ее будут обсуждать, прежде чем впустят в дом. За верность мужей туниски не беспокоятся. Об этом позаботилось государство. Измена карается годом заключения, а повторное – двумя. Местные гордятся, что женщины и мужчины в стране равноправны и работают наравне. Однако тяжкую обязанность хождения в зару по магазинам сильный пол взял на себя. Между прочим, тунисцы уважают образование. Еще бы! Ведь именно за время независимости страна превратилась из неграмотной в такую, где учатся все. Преподаватель – профессия престижная. Человек со степенью, работающий в ВУЗе, не может заниматься обучением более 2-3 дней в неделю. Остальное время должно тратиться на науку. При этом зарплата составляет порядка полутора тысяч долларов. В то же время в России я, как кандидат в наук, работая 7 дней, получала около 25 тысяч рублей. О выделении времени на науку речи не шло. С другой стороны, вакансий для высокообразованных тунисцев мало. Молодой специалист может годами ждать, живя за счет родственников. Ведь статус семьи не позволяет пойти работать дружщиком. Так что же в итоге? Жена почитает мужа, но работает с ним наравне. Супруг не изменяет, не берет вторую. И оба они получили хотя бы школьное образование. Вот такой секрет кунистского семейного счастья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok